Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Но одно я знаю точно. Мы живем на рубеже времен. Того, что давало нам чувство безопасности, в будущем не будет. Нам придется понять, как научиться процветать среди постоянных перемен. Порой, как христиане, мы считаем, что вскоре упадут небеса, и все будет ужасным. Я в это не верю. Сегодня мы посмотрим на жизнь Даниила. Это один из моих библейских героев. Его жизнь была полна сокрушительных обстоятельств, но, несмотря на это, ему удавалось процветать. Так можем и мы. Приятного просмотра. В Библии есть книга, которая носит его имя. В нашей Библии Даниил относится к пророкам. В иудейской Библии он относится к книгам мудрости. Он иудей, который живет в Вавилоне. Всю свою жизнь он провел в служении Вавилонской Персидской империи. Он процветал. Мы кратко рассмотрим его жизнь. Хочу рассказать вам немного предыстории, чтобы вы ее запомнили. Даниил прожил всю свою жизнь как раб. Раб. Он получал от Бога такие выдающиеся откровения, каких не получали остальные персонажи Библии. Получал от Бога предсказания, которые мы до сих пор читаем, чтобы понять, что ждет нас впереди. Иерусалим был разрушен в 587 году, за шесть веков до рождения Иисуса. И Даниилу было дано предсказание, которое несет пользу моей и вашей жизни сейчас. На секунду заострю на этом внимание. У нас с вами есть склонность думать так. Если нашей жизни коснулась трагедия или несправедливость, если наши жизни не дотягивают до планки совершенных, тогда мы не можем от всего сердца служить Господу. Ваша жизнь не должна быть совершенной. У вас могут быть сложные ситуации, однако цели Божьи все равно могут осуществляться в вашей жизни. Если вы отказываетесь от них, вы ставите свои эгоистичные намерения выше целей Божьих. Даниил мог провести всю свою жизнь в слезах, Иерусалим разрушен, храм разрушен, его мечты никогда не осуществятся. Мечты его родителей и прародителей о нем никогда не станут реальностью. Он никогда не сможет жить той идеальной жизнью, которую представляли себе его родители. Этого не будет. Даниил без сомнения мог проплакать всю свою жизнь, но он решил почитать Господа. Хочу ободрить вас. Знаю, что приходит и боль, и расстройство. Знаю, что несправедливость касается вашей жизни и оставляет свой след. Я не говорю, что все это нереально. Я говорю, что все это не может лишить вас Божьих целей на вашу жизнь. Если вы будете сотрудничать с Богом и скажете Ему, «Я буду почитать себя», тогда среди страшнейших обстоятельств Бог даст вам возможности, смысл, цель и ценности. Мы дошли до второй главы Даниила. Он и трое его друзей включены в список советников царя. Проблема в том, что царю приснился сон. Очень эмоциональный. Проснувшись утром, он все еще переживал эмоции этого сна, однако сам сон не помнил. С вами такое бывало? Это раздражает. Вы просыпаетесь, полная адреналина. Не понимаете, откуда такое состояние, и хотите вернуться в свой сон. Так вот, царь созвал своих мудрецов и сказал, «У меня к вам предложение, растолкуйте мне сон». Они ответили, «Мы поняли». «Еще скажите, что это был за сон». Мудрецы ответили, «Ну так нечестно». Он ответил, «Я царь, я вас убью». Хм, как нецивилизованно. Ну что ж, откроем вторую главу книги Даниила. Царь сказал, «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куске будете изрублены, и дома ваши обратятся в развалины». Просто и понятно. Однако среди советников началось смятение. Это описано далее в 11 стихе. «Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плоти. Рассверепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских». Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью. «Обведите эти слова советом и мудростью». Кто из вас хотел бы иметь больше совета и мудрости? Я бы вот хотел. Иногда я похож на слона в посудной лавке. Библия отвечает на это в книге Иакова 1 главе. «Если у кого недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». «Предлагаю вам каждый день молиться короткой молитвой. Господь, дай мне свою мудрость как мужу или жене, как родителю, как работнику, сотруднику, начальнику, подчиненному. Бог, дай мне свою мудрость сегодня». Он даст, и это здорово. Далее 15 стих. «И спросил Ореоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя. Тогда Ореох рассказал все дело Даниилу. И он вошел и упросил царя дать ему время, и тот представит царю толкование сна. Последние мудрецы, которые приходили к царю, были приготовлены к смерти. Узнав об этом, Даниил решил пойти поговорить с царем». На иврите есть для этого особое слово «хуцпа». Оно означает решительность, когда дело вас особо не касается. Просто стечение обстоятельств. Даниил узнал, что царь собирается убить мудрецов, и решил пойти повидаться с ним. Большинство из нас спрятались бы за диваном. Даниил пришел к царю и сказал, «Мне нужно 12 часов, и я скажу тебе сон и его значение». «Вперед, Даниил!» Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мессаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесного. Я абсолютно уверен, время, которое ждет нас впереди, потребует от нас нечто большее, нежели веру прихожанина. Я не критикую, поскольку на данном этапе нашей жизни вполне можно выжить с верой прихожанина. Я верю, что у церкви есть ценность. Я отдал свою жизнь церкви. Но я не спорю о конкретной церкви. Вы ходите в церковь, где почитают Господа и учат Библии. Мы живем в такое время, когда многим порой этого недостаточно. Можно ходить в церковь, где вас научат познавать Господа, и вы вполне сможете попасть в Царство Божие. В церкви дадут вам возможности обучения, общения, обеспечат поддержкой в сложные времена, вашей жизни. Возможно, сделают какой-то вклад ваших детей. Если у вас будет просто вера прихожанина, с вами все будет в порядке. Вы ходите в церковь, да? А в какую? А вот в эту. Если разговаривать слишком долго, вас вполне смогут убедить ходить в другую. Но я это не критикую. Я говорю, что в предстоящее время этого будет мало. Даниилу нужно было быть не просто народом Божьим. Нужно было быть большим, нежели потомком Авраама. Даниилу нужно было быть чем-то большим. Поэтому я приглашаю вас подумать, что для нас с вами означает проживать свою жизнь в отношениях с Творцом Неба и Земли. Есть разница между посещением церкви, чтобы потом можно было быстро и удобно попасть на бейсбольный матч, и отношениями с Творцом Небес и Земли. Смотрите, что дальше происходит. Это вторая глава, 19 стих. «И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесным и сказал, да будет благословенно имя Господа от века и до века. Ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. «Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». В этом отрывке есть два аспекта, очень важных для нас. Первый. Даниил понимал характер Бога. Обратите внимание, что он сказал, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей. Даниил осознает суверенность Бога. Бог может делать, что захочет, так, как захочет и когда захочет. Это фундаментальная часть того, как Даниил понимает жизнь в мире. «Я могу быть рабом в чужой стране, но я все еще принадлежу тебе. Ты поместил меня сюда, и это возможно. Твой суверенный выбор для моей жизни». Возможно, тебе понадобился тот, кто будет твоим сторонником в этом городе, «Но как бы неприятно это ни было, я принимаю твою суверенность превыше всего, и ты можешь мне помочь». Это второй аспект понимания Даниила, и это очень нам помогает. «Ты даровал мне мудрость и силу, открыл мне то, о чем мы молили тебя». Он не только признает суверенность Бога, а считает, что Бог будет с ним взаимодействовать. Это отличается от простого посещения служения. Ребята, Бог, которому мы служим, это Творец неба и земли. Он желает, чтобы мы взаимодействовали с ним, а он с нами. Не только для того, чтобы облегчать наши трудности и осуществлять наши желания, но для того, чтобы на земле осуществились его цели. В пятой главе говорится, что Даниил получил повышение, большое влияние и огромные возможности в царстве Навуходоносора, царя, который уничтожил Иерусалим. В этом не просто ирония. Затем Навуходоносор исчез из истории, и его советники отошли на второй план, потому что в царстве появился новый царь, который привел свою команду с собой. Даниил тоже отошел на второй план, но возникла новая проблема. Империи был брошен новый вызов, и решения ему не было. И тут кто-то вспомнил о Данииле. Это пятая глава. «Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дне отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобные мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главой тайноведцев, обаятелей, халдеев, гадателей. Сам отец твой царь». Потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасар, оказались высокий дух, ведение, разум, способный изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. Вот это да. Даниил больше не был на первых позициях советника царя. Его отодвинули на второй план, но появилась новая проблема, которой не было решения. И тут кто-то вспомнил, что в царстве человек, на котором почивает дух Бога. Он первоклассно решает проблему. Они не сказали, что он религиозный человек, не назвали его глупым духовным человеком. Если вы ведете себя глупо или странно, это не делает вас духовным. Это делает вас глупым. Самые практичные люди, которых я когда-либо знал, также были самыми духовными. Если вы стали настолько духовными, что перестали быть практичным, значит, вы слишком духовны. Если ваша машина пуста, вам не нужно молиться о водительстве, вам нужен бензин. Если вы оказались между штатами, вам не нужны указания Святого Духа, вам нужно повертеть головой и осмотреться. Не играйте с этим. Странности не делают вас духовными. Советники сказали, Даниил решает проблему лучше всех. Нужно пойти и найти его. Дух Божий почивает на нем. Задам вам вопрос. Чем вы известны? Какова ваша репутация в этом мире? Хочу сделать паузу, чтобы поблагодарить вас. Спасибо за то, что смотрите нас и посещаете служение. Многие годы я служу в церкви в Мёрфисборо, но я осознаю, что сейчас Бог дал нам возможность проповедовать Иисуса этому поколению по всему миру. Я благодарен вам за вашу поддержку. Мы запланировали особое мероприятие для вас. Оно пройдет 29 апреля. Я приглашаю вас в нашу церковь в Мёрфисборо на собрание в 10.30 утра. После собрания нас ждет совместный обед. Зайдите на наш сайт и зарегистрируйтесь на нем, для того, чтобы мы могли заранее ожидать вас. Мы ждем встречи с вами. Мы хотим лишь познакомиться и помолиться вместе с вами. Поэтому увидимся в воскресенье. Слово Бога дарит вам надежду и смелость в сложные времена. Мы хотим помочь вам жить смело, отправив вам серию из четырех посланий пастора Аллана на CD-дисках «Что дальше?». В качестве бонуса мы включим книгу «Жатва прямо перед нами» Дерека Принца, захватывающая эссе о работе Духа Святого в последнее время. Вы можете помочь нам достигать большего количества людей Евангелием Христа, своей финансовой поддержкой и получить набор дисков и книгу в качестве знака нашей благодарности. Звоните по номеру, указанному на экране, или заходите на сайт. Вы узнаете, как жить без страха в это время хаоса. Откройте Откровение, 14 главу. Бог настолько благословил нас свободой, возможностями и изобилием, что это позволило нам изобрести теологическое мнение, что трудностей у Божьего народа никогда не будет. Мне нравится эта идея, и я полностью за нее. Я не ищу проблем, борьбы, противостояния или боли. Мне это не нравится. Я бы первым отказался от всего этого. Однако порой наша теология отражает наши желания, а нереальность того, о чем мы читаем. Очень трудно говорить с большинством наших братьев и сестер в мире, что Бог оградит от всех страданий. Такое послание будет очень сложно донести до христиан в Ираке. Они бежали от ИГИЛа, и за них некому было заступиться. Это послание будет сложно донести до наших братьев и сестер в Иране, и на Среднем Востоке, в Китае или во многих местах Африки. Я повторюсь, я не ищу проблем, катастроф или борьбы. Я знаю, что между нашим временем и временем возвращения на землю придут испытания, но Бог проведет нас через них так же, как провел Даниил. Давайте посмотрим откровения. Тут говорится, увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь с Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Иоанн увидел ангела, который летел по небу. Этот ангел дал задание проповедовать всем, кто на земле вечное Евангелие. Могу задать вам вопрос? Кому Бог дал задание проповедовать Евангелие всему миру? Церкви, не так ли? Это задание дал нам Иисус. Он сказал, «Идите по всей земле и проповедуйте Евангелие всему творению». Те, кто поверят, спасутся. Это задание дано Церкви. Не просто прийти в воскресенье и спеть куплет, а быть послами Царства Божьего, Его представителями, и не только в здании, но и по всей земле. Это задание для нашей жизни. Не думаю, что это задание было отменено или назначено как-то иначе. Я читаю, что ангел подчеркивает, что Евангелие должно проповедоваться на земле. Я верю, что ангелы — это служебные духи, которые выполняют на земле Божьи цели. Но у них нет власти на земле. Чтобы иметь на земле власть, нужно иметь земной костюм. Вот почему Иисус облегся в плоти, стал одним из нас. Ангел дает нам задание проповедовать Евангелие всему миру. Я понимаю, что это должно происходить посредством Церкви, а не в ее отсутствии. У нас есть задание, чтобы увидеть завершение этого века. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Что нужно, чтобы процветать в это время? Это очень важный вопрос. Дело не в классе, не в цвете одежды, и мы это знаем. Иисус дает нам объяснение в первой главе Откровения. Кто написал книгу Откровения? Иоанн, близкий друг Иисуса, один из учеников, призванных Иисусом. Петр, Иаков, Иоанн и остальные были его команды. В конце своей жизни Иоанн был в заточении в тюрьме на острове Патмос. У него было видение. И вот сказано, «Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди них подобного Сыну Человеческому, обреченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Обернувшись на голос, Иоанн увидел Иисуса». Но начинает он со слов, «Я был в духе в день воскресный». Если бы я это писал, я бы сказал так, «В день воскресный я был в церкви», или «В день воскресный я учил в воскресной школе», или «В день воскресный я помогал на парковке». В этих делах нет ничего плохого. Но Иоанн написал, «Я был в духе в день воскресный». И мне подумалось, что это для нас менее комфортно, чем все остальные занятия и служения. Я полагаю, что для того, дабы вести победоносную жизнь во времена с беспрецедентным влиянием Духа Антихриста, нам с вами нужно быть очень хорошо знакомыми с Духом Христа. В 16 главе Иоанн Иисус готовил своих учеников к своему приходу. Он говорит им, что покидает их, и они не просто обеспокоены. Потому что этого они от Иисуса не ожидали. Иисус призвал их словами, «Следуйте за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Они оставили свои семьи, занятия, прежнюю жизнь и пошли за Ним. Три года они ходили с Иисусом по холмам и долинам Израиля, слушали Его учения, видели чудеса и сопротивления людей, видели все, что делал Иисус изнутри, и поняли, что Он Христос, Мессия. Они так и сказали Ему. Они были Его сторонниками. А теперь Иисус собрал их и сказал, что уходит. Они ответили, «Без проблем, и мы с тобой». Он сказал, «Нет, туда, куда иду я, вам не попасть». И они расстроились. Они с этим не согласны. Это был не их план. Мы решили следовать за тобой. И смотрите, что ответил им Иисус в 16 главе 7 стихе. «Истину говорю вам». Вы знаете, что после таких слов Иисус говорит что-то странное. Перед тем, как что-то сказать ученикам, Он говорил, «Истинно говорю вам». «Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел». Думаете, они Ему поверили? Гарантирую, что нет. Он был самым выдающимся человеком, которого они знали. Они видели, как Он открывал слепые глаза и ходил по воде. И тут Он говорит, «Лучше для вас, чтобы Я ушел». Они в ответ, «Нет, неправда». Не совсем то же самое, но мысли вы поймете. Несколько лет назад я летел в Израиль. Это была одна из самых первых моих поездок. Среди тех, кто был со мною, многие летели впервые. Первый перелет был из Нэшвилла в Нью-Йорк. В Нью-Йорке нужно было пересесть на другой самолет. Когда мы подошли к стойке, ко мне обратился агент. «Мистер Джексон, вас сняли с этого рейса». Одному больному человеку срочно нужно было улететь, и он занял ваше место. «Мы посадим вас на другой самолет». Я повернулся к тем, кто ехал вместе со мной, и сказал, «В самолете меня с вами не будет». Знаете, что они ответили? «Тогда и мы не поедем». Они и так переживали по поводу поездки, а тут такие новости. Я ответил, «Я лечу только на другом самолете». «А почему не на нашем? Что с ним не так?» «Меня пересадили на другой самолет». «Тогда мы полетим на вашем самолете». «Можно посмотреть на ваш самолет?» «На это мы уже точно не полетим». Но все решилось. Мне легко представить учеников, когда Иисус сказал, «Я ухожу, но вы туда пойти не можете. Лучше для вас, чтобы я ушел». Что Иисус говорит дальше? «Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Ты пришлешь нам утешителя? Большинство из нас, при возможности попасть к утешителю, никуда бы не пошли. Но кто знал о духе утешителя?» Иисус продолжает. 12 стих. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину». Это две мои самые любимые строки во всей Библии. «У меня так много того, что вам нужно знать, но сейчас вы это не осмыслите. Вы не сможете это вместить, вас переполняют эмоции. Я не оставлю вас одних. Когда придет дух истины, он наставит вас на всякую истину. Вы получите помощь. И эта помощь лучше, чем если бы я остался с вами». Но ученики не смогли поверить и не поверили. Они просто пытались продержаться. Это 16 глава. Кто написал книгу «Евангелие» от Иоанна? Иоанн. Это не вопрос с подвохом. Это важно знать. А кто написал первое послание Тимофею? Павел. Вот это был вопрос с подвохом. Не все ответы лежат на поверхности. Иоанн написал «Евангелие». И откровение. У него не было диктофона. Он написал «Евангелие» намного позже. Он рассказал историю Иисуса, затем его жизнь продолжалась. В откровении Иоанн уже пожилой человек. Его сверстников уже не стало. Петра не стало, Иакова не стало, они были казнены. Иоанн сидел в тюрьме на острове и заявил так. «Я был в духе в день воскресный» и услышал позади себя голос. Иоанн уже посвятил десятилетия своей жизни и знает, что имел в виду. Иисус когда сказал, «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти. Лучше для вас, чтобы я пошел. Если пойду, то пошлю его к вам. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину». У вас еще открыта книга Откровения? В ней сказано Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангелы своего, рабу своему Иоанну. Он говорит, «Я был в духе в день воскресный». Он принял понимание о том, кто такой Иисус, и что он будет делать на планете Земля. Это настолько важно, что до сих пор дает нам информацию. Что я хочу сказать? Мы не пройдем свой путь достойно без помощи Святого Духа. Это не сделает вас глупыми или странными. Это Божья забота о нас. У нас было достаточно изобилия, влияния, возможностей, свободы. Поэтому нам не приходилось по-настоящему зависеть от Бога. Но не думаю, что мы сможем процветать в дальнейшем. В грядущие времена, если только мы при этом не будем сотрудничать с Духом Святым. Аминь. Прежде чем закончить, дам вам один ключ для того, чтобы процветать среди хаоса. Не зацикливайтесь на своих мечтах. Я не говорю отказаться от них, не держаться за них, или не думать о них. Но не отступайте от веры, когда ситуация не способствует осуществлению вашей мечты. У нас есть представление о том, как должна развиваться наша жизнь. В каком возрасте случится то или иное. Какими будут обстоятельства. В каком доме мы будем жить. Но очень редко все выходит именно так. Помните, что сказал Иисус в Гефсиманском саду? Последнюю ночь перед предательством Иисус сказал, «Не моя воля, но твоя добудет». Если вы наберетесь смелости сказать так Господу, это изменит вашу жизнь. Божий план для нашей жизни лучше наших мечтаний. Я верю в это всем сердцем. Если вы доверитесь Господу, Он поведет вас к самому лучшему. Хочу помолиться с вами. Отец, благодарю Тебя за каждого человека. Я знаю, что Ты любишь их, заботишься о них, что у Тебя есть для них план. Я молюсь, чтобы у нас была смелость доверить Тебе свое будущее. Во имя Иисуса, благословений всем вам. Присоединяйтесь к нам каждую неделю. Чтобы услышать новое, глубокое послание пастора Аллена Джексона. Заходите на наш сайт, адрес которого на экране. Откройте для себя множество информационных ресурсов, которые переведут вашу христианскую жизнь на новый уровень. На сайте вы можете поделиться сильным посланием. Мы хотим делиться нашей программой со всем миром. Но сможем это сделать только с вашей помощью. Сегодня вы можете стать нашим партнером. Также мы всегда будем рады видеть вас в нашей церкви. Добро пожаловать. Не забудьте заглядывать к пастору Джексону каждый день в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и стали частью этого служения. Увидимся в следующий раз. До новых встреч с пастором Алленом Джексоном.